Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. 1740 жителей республики привились от COVID-19 за эти выходные. Медленные темпы вакцинации в мире привели к тому, что коронавирус выиграл время и получил возможность мутировать, говорят врачи. Он становится все более заразным и все больше людей могут заболеть. Нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет и для этого созданы все условия. В регионе работают пункты прививки. Готовы мобильные бригады. По данным оперативного штаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 563 человека госпитализированы. Напряженная ситуация в связи с ростом числа больных коронавирусной инфекцией складывается в муниципалитетах. Под руководством главы Малокарачаевского района Рамазана Байрамукова состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению о борьбе с распространением COVID-19. Собравшиеся обсудили санитарно-педемиологическую ситуацию в районе. Какое решение было принято, по итогам расскажет Алла Качива. Как отметили на внеочередном заседании оперштаба Малокарачаевского района, статистика неутешительна. Только вперед с 12 по 15 июля медики провели 109 КТ-исследований. Из них 40 с пневмонией. Взяли 262 теста на COVID-19, 24 человека госпитализировано. По сравнению с предыдущими волнами COVID-19, мы уже выходим на такой высокий уровень заболеваемости. Заболевание на сегодняшний день течет сложно, сложнее, чем в первые два периода. Потому что люди к нам обращаются, и через 2-3 дня мы можем сделать КТ и уже увидим, что есть серьезный процент поражения. Также помолодел возраст заболевших. То есть, если раньше заболевали за 45-50, то сейчас уже очень много заболевших молодежи. В этой связи и с учетом предложения Роспотребнадзора принято решение ввести ограничительные мероприятия. Главой района издано постановление о закрытии учреждений места массового скопления людей на две недели на карантин. Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая с каждым днем ухудшается. Горький опыт показал, что только соблюдая масочный режим, социальную дистанцию, пройдя вакцинацию и не посещая места массового скопления людей, можно победить коронавирусную инфекцию. В администрации Малокарачаевского района надеются, что сегодняшнее решение оперативного штаба жителями будет выполняться беспрекословно. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией полностью на 14 дней запрещено проведение спортивных, культурно-зрелищных, торжественных мероприятий. Как сегодня главный врач докладывал, что в основном это идет результат вот этих свадеб. Потому что с одной свадьбы буквально, он вчера говорил, что 10-15 человек дают заболеваемость. Вот сегодня было принято такое решение и аид намазни проводить, и джума намазни проводить в течение двух недель. И вот эти свадебные залы закрыты. Более 8 тысяч жителей Малокарачаевского района на сегодняшний день провакцинировались, отметили на заседании. Населению рекомендовано не покидать дома без экстренной необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции. Это, надеюсь, делается для здоровья нашего района, для здоровья наших граждан. И считаю, что это необходимая мера была, вовремя принятая, так как сейчас очень сильно распространяется болезнь. Также в районе начались работы по дезинфекционной обработке многоквартирных домов, придомовых и общественных территорий, трассы Пятигорск-Карачаевск. Руководством муниципального образования будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сегодня у мусульман важный день перед праздником Курман-Байрам, День Арафа. Этот праздник в идеале каждый мусульманин должен отметить на горе Арафат во время своего паломничества в Мекку. Но из-за пандемии в прошлом и в этом году верующие не смогли совершить хадж в Саудовской Аравии. Поизвали к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм лидеры духовенства и завтра в день празднования Курман-Байрам. Завтра, 20 июля, иншаллах, Курман-Гаид. В связи с этой пандемией я издал указ, чтобы в здании мечети не собираться. Если позволяет двор, мечеть, то надо во дворе, на улице или стадион, если можно будет там поставить ковры. И каждый, кто приходит, чтобы он пришел со своим ковриком. И соблюдая дистанцию, полтора метра, чтобы они исполнили лайт-намаз. И после этого у нас обычно как бывает, друг друга поздравляют, обнимают. Вот этого не надо делать. Знаете, что эта болезнь очень опасная. Очень много людей погибают. Каждый день по нескольку джаназы. Мы все просим Всевышнего, чтобы Аллаху та Аллах остерег у нас от этих болезней. И самому надо остерегаться. Поэтому я вас всех прошу, чтобы гаид-намаз. Когда мне сказали предписание закрыть, я попросил, что вот 20 число будет Курбан-Гаид. Мы этот гаид проведем вне здания мечети. И поэтому мне разрешили. И я вас всех прошу, кто придет, чтобы они соблюдали вот эти вот дистанции. Чтобы не было заражения, чтобы люди оставались здоровыми. Ну а какой будет погода завтра, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-21, а в горах 9-14, а днем 31-36. В северных и центральных районах до плюс 38. В горах местами 24-29, со знаком плюс, и местами высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 19-21, а днем 36-38 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Продолжается работа, направленная на повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды. 11 общественных территорий будут благоустроены в населенных пунктах Карачева-Черкесии в текущем году. В частности, строительные работы по благоустройству общественных зон пройдут в Малокарачаевском, Ногайском, Хабецком, Прикубанском, Зеленчукском районах, а также в городах Карачаевске, Джигуте и Черкесске. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет ремонт 51 дворовой территории многоквартирных домов муниципалитета Карачева-Черкесии. Такая же задача стоит на ближайшую пятилетку. По мнению руководства, крайне важно, чтобы в этом процессе участвовали и жители республики. Каждый желающий может принять участие в голосовании по отбору территории или отдать предпочтение тому или иному дизайнерскому проекту. В эти дни поздравления с юбилеем принимает автор восстановления в реестр пород СССР Карачаевской лошади, инициатор и руководитель конного восхождения на Эльбрус в 1998 году Клыч Гириурусов. Патриарху карачаевского коневодства Клыч Гириурусову 80 лет. Он, как и прежде, болеет душой за вопросы коневодства и охотно делится знаниями с молодежью. С юбиляром встретилась Алла Динаева. Скаковая лошадь? Вот они знают этот круг и не думают. А эти в горах, они должны думать, думать, думать и думать, чтобы выжить. Удивляешься, как эта лошадь внимательно слушает, будто понимает, что Клыч Гириурусов ведет речь о них. И еще раз убеждаешься, что это очень умное создание. Известный и уважаемый в республике и за ее пределами Клыч Гириурусов много лет занимался изучением крачаевской породы и знает о ней все и может рассказывать долго и очень увлекательно. Горбоносец в середине профиля, к концу должен быть горбоносец. Лерообразный, то есть вырезан лерообразным таким, одна из форм красивых ушей. В системе племообъединения Клыч Гириурусов проработал 13 лет, последовательно занимая должности от рядового зоотехника старшего главного, а затем за пределами Карачаева-Черкесии в Невыномыском межрайонном объединении был заместителем начальника, но стал рядовым зоотехником, чтобы восстановить карачаевскую породу, ее статус после забытия. Сегодня, оглядываясь назад, бывают моменты, когда переживаешь, что обделял семью вниманием материально, но когда берешь за основу что-то сделал, конечно, это не подлежит обсуждению, говорит Клыч Гириурусов. Я бы вновь начал бы и прошел бы этот тяжкий путь, по новой повторил бы. Может быть, немножко умелее. Тогда я не умел, опыта не было, и там я себя осложнил. Я, когда начал заниматься восстановлением породы лошадей, себе наметил, что никаких авторитетов не подключать и никому, конечно, взяток не давать. Убедить, доказать, что такая порода есть, была, есть, будет. Что я достиг? Правда, в отличие от того, что я проработал, чтобы восстановить, я начал в 80-м году, а порода вошла в реестр пород СССР только в 89-м году. Вот. Это сложно. А я думал, в 85-м году это сделаю и уйду опять на вольные хлеба. Но, увы, Всевышний распорядился иначе. Сейчас Клыч Гириа Магомедовича часто приглашают посмотреть на различные пробеги на лошадях. Один из них в этом году пролегал из Урубского района на медовые водопады. Сто с лишним лошадей я их осмотрел, хотя был день очень тяжелый, холодный для меня. Да, кстати, хочу поблагодарить молодого человека, который надел на меня безрукавку, шубу. Я не сообразил спросить у него имя, фамилию, кого мне благодарить за эту телогрейку. Спасибо ему. Подобными поступками и выражается уважение и любовь народа к известному коневоду. Его знают жители не только нашего региона. Владимир Кулаковский ранее был мэром Железноводска. Сейчас Владимир Викторович – председатель наблюдательного совета Ассоциации коневодства в России. Я отмечу, что он имеет большую заслугу перед карачаевским народом, ибо репрессированный народ, и он показал свою, я не знаю, каким словом это сказать, и он вывел ту породу лошадей, которую у него отняли в тот момент, когда репрессировали. Понятно, лошадей не увезли, сам он был депортирован в Кыргизию. И восстановили эту лошадь. Это пример другим нациям. Конезаводчик Виктор Хмара говорит, что пришел в день юбилея сказать Клыч-Гирю Урусову спасибо. Каждый человек в жизни оставляет свой след. Вот я считаю, что Клыч-Гирей проживает жизнь не зря. Я хочу ему пожелать долгих лет жизни, предстоящим юбилеем, чтобы мы еще встречались неоднократно и желали ему добра и здоровья. Член Союза писателей Москвы Саид Баев в день рождения юбиляра обратился к руководству Карачаевска с предложением. Чтобы стоял памятник из двух частей, двух композиций из двух. Значит, один человек, одна лошадь. Человек, это, естественно, в своей знаменитой шляпе наш Клыч-Гири Магомедович. А лошадь, одна из двух лошадей, Даура и Хурзук, которые первыми вошли на Эльбрус рядом. Это был бы памятник очень значимый, очень нужный, очень важный, имеющий и воспитательный эффект для молодежи и так далее. Я бы просил, что если кто нас будет слышать, люди, от которых это может зависеть, чтобы сделали такой памятник. Что вот при жизни Клыч-Гири Магомедовича. Верхом на лошади человек теряет дурные мысли. Цитирует известного историка Льва Николаевича Гумилева Клыч-Гири Угрусов. И от себя добавляет, что человек, который с детства в седле на лошади, он теряет чувство страха, у него появляется чувство благородства, то есть уважения к лошади. А одно чувство перемещается в другое. Вот такую большую пользу приносит общение с этими благородными животными человеку. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. И последнее завтра в Карачаево-Черкесии запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и ФМ-радиостанций. В 9 часов на нашем канале начнется прямая трансляция праздника Курман-Байрам с Московской соборной мечети. Таким был понедельник Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас первые серии фильма «Хозяйка горы». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин